Мы продолжаем наше утреннее вещание с вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня нас посетит необычный, милый и пушистый гость. Но прежде чем мы с ним встретимся, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 10, днем 0, плюс 5. В горах местами плюс 5, плюс 10, ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 7, днем 1,3 градуса в тепла. Ночью и утром на дорогах гололедится. Сегодня у нас в гостях руководитель госпиталя для тяжелобольных животных Белый Клык и его пушистый спутник. А вернее спутница. Здравствуй, Анар. Доброе утро. Сегодня ты пришел к нам в гости не один. Я бы хотела, чтобы мы представили нашим телезрителям, кто это такое милое создание у нас сегодня в студии. И рассказать историю, как так получилось, что вы познакомились с этой кошечкой. Кошечка-фея найдена была перед Новым годом. У нее была тяжелая судьба. Нашли ее с тяжелыми проблемами задних конечностей. К большому сожалению, лапы пришлось, к сожалению, ампутировать. Задних лапок у нее нет. Она передвигается на культях. Но тем не менее она такая ласковая. Да, она очень ласковая, умная, ходит в лоточек. Сейчас она чувствует себя хорошо. Но время, реабилитация, спасли ей жизнь. Тяжелый был вот этот процесс реабилитации. Кто помогал, как вообще вот это все происходило? Да, ее нашли неравнодушные люди на улице. В новогодние праздники. Да, травмы были очень серьезные. Сразу же мы ее отправили с Васей в клинику. Это наш ветеринар. И лечили долго. После операции кошечка очень долгое время не приходила в себя. Ну и выжила. Кошечка сейчас живет с нами. И мечтает обрести своего хозяина. Ну вот это сродни новогоднему чуду, скажем так. Хорошо, что были люди такие небезразличные. И Ваша помощь неоценима. Но мы знаем, что вот у нее тяжелая достаточно судьба. Но уже нашлись небезразличные люди, кто готов ее приютить. Правильно? Да, кошечка поедет в Челябинск. Завтра у нее будет перелет. То есть на самолете она полетит и обретет новый дом. Хотелось бы все-таки про фею немного побольше узнать. Ты сказал о том, что у нее совсем скоро появится новый дом. Она улетает в Челябинск буквально на днях. Как ты познакомился с этими людьми? Проверили ли их? То есть можно ли этим людям доверять? Как ты уверился? После истории этой кошечки в соцсетях очень многие люди написали, чтобы забрать эту кошку. Очень долго я выбирал, разговаривали, общались с хозяевами. Созванивались, да? Созванивались, конечно. Подписывали в электронном виде договор. Кто-то отказывался подписывать договор. Ну и вот единственное, девушка из Челябинска понравилась мне больше. То есть она пошла на все наши условия, чтобы забрать вот эту кошечку. И даже самолет оплачивает будущая хозяйка этой кошечки. А скажи, пожалуйста, вы договорились о том, что, может быть, в будущем ты как-то будешь проверять, созваниваться? Фотоотчет, конечно, каждую неделю она будет присылать нам. Вот так вот. То есть судьба всех животных, которых берут из госпиталя, да? А вы потом все-таки следите за это? Конечно, раз в неделю, либо через какой-то период люди отправляют фотографию, либо видео животного, что с животным все хорошо. Также у феи будут друзья. Там будут три собаки в доме, тоже спасенные с улицы. То есть это такая девушка-волонтер-беценат, скажем так, да, помогает? Ну что ж, мы очень рады, что у феи появится новый дом. Это побольше бы хотелось бы таких вот счастливых концов, таких историй, скажем так. Анар, мы знаем, что вот ты уже не первый год помогаешь обездоленным животным. И очень много историй таких, которые трогают за душу. Хотелось бы узнать, чем сегодня живет ваш госпиталь, как у вас обстоят дела, много ли сейчас животных находится на попечении, и, собственно, какие сейчас задачи ты ставишь перед госпиталем? В госпитале у нас началась перед Новым годом реализация приюта, то есть строятся вольеры, благоустраивается вся территория. На сегодняшний день идет стройка, был открыт сбор средств на строительство, был открыт сбор. Всю сумму, конечно, мы не собрали, но люди по чуть-чуть помогают. На сегодняшний день кошек и собак в приюте где-то больше 60. Ну и все тяжелобольные, которым нужен постоянный круглосуточный уход. Утром и вечером ходим, лечим, стараемся как-то облегчить им жизнь. Вот, как-то так. Скажи, пожалуйста, вот как пришла идея, в принципе, да, строительства этих вольеров, и с какой целью самое главное вы это делаете? За последнее время люди начали обращаться больше за помощью, и в основном это собаки. Посадочных мест, к сожалению, в госпитале не хватает, и только из-за этого мы решили расширяться. Так как животные с каждым днем растут, а мест у нас, к сожалению, нет. Хотим сделать комфортабельные вольеры, то есть полностью навес, изоляторы для собак. Ну, я считаю, что после вот этого мы сможем помогать большему объему животных, которые страдают на улице. Зима, как правило, да, у нас ассоциируется с какими-то праздниками, новогодним настроением, но для животных, к сожалению, да, это не так, наоборот, это достаточно сложный период. Вот с чем сталкиваются животные, бездомные животные, обычно вот на улице, и какие самые главные опасности, скажем так? Ну, зима, это, наверное, самое тяжелое время для кошек и собак, ну, больше для собак, потому что кошки прячутся в подвалах теплых, а собакам, к сожалению, укрыться негде. Спасением для этих бездомных животных я считаю, что, чтобы люди их кормили хотя бы зимой, чтобы получали теплую пищу. Потому что собаки и кошки, если не будут получать пищу, то есть через 7 часов наступит смерть. Вот, как-то вот так. Я считаю, что зима, это должно быть питание в первую очередь. То есть, если человек, допустим, вот, ну, не посещает приюты, но, к примеру, он хочет как-то помочь животным, он может покупать корм, да, бездомных подкормить? Конечно, да. Можно покупать корм, кормить, воду наливать зимой, они воду тоже очень хорошо пьют, и она для них как бы необходима. Ты сказал о том, что сейчас в приюте почти 60 подопечных. Это и кошки, и собаки, да? Собаки. У каждого из них своя история, но, может быть, ты мог бы рассказать о ком-то, кто особенно запал тебе в душу, чья история тебя тронула, и, может быть, кто-то из них ищет хозяев? Собака Ясмина. Эта собачка была найдена в Черкесске с тяжелой травмой нижней челюсти. Не знаю, либо это был огнестрел, либо это была петарда. То есть, собака осталась без нижней челюсти. Ну, для меня этот случай был прям очень такой шокирующий. Да, но самое главное, что собака выжила, и на сегодняшний день она сама даже может питаться, кушать. Я очень хочу, чтобы, может, кто-то откликнется и заберет именно эту собачку. Если человеку хочется познакомиться с животными, может быть, чем-то помочь? А есть ли возможность прийти в приют и поближе узнать? Конечно, можно созвониться со мной или связаться с нами в социальных сетях. Пожалуйста, кто может приехать, познакомиться. Можно просто прийти выгулять собачку. Есть люди, которые не могут содержать дома собак и кошек. Они могут просто взять кураторство над нашей собакой, грубо говоря, или кошку. И могут приходить, ухаживать, заниматься и в приюте у нас. А насколько я знаю, вы практикуете организацию таких встреч, неоткрытых дверей, скажем так, приглашаете, да? Да, мы стараемся раз в месяц сделать неоткрытых дверей и общегородской субботник. То есть кто желает, пожалуйста, могут посещать наш госпиталь и помогать. Вы уже функционируете почти 6 лет, да? Белый Клык именно создан 4 года, а до этого я еще сам занимался животными где-то больше 6 лет. Примерно 6. Скажи, вот за эти года, скажем так, да, вот с чем сталкивался приют, ты лично, понимание или недопонимание, может быть, со стороны жителей нашей республики? Как вообще, в принципе, сегодня жители Карачаево-Черкесии относятся к бездомным животным? К большому сожалению, наши жители не очень хорошо относятся к братьям нашим меньшим, это кошки и собаки. Люди издеваются, люди выбрасывают, люди калечат этих животных. Я даже не знаю, почему у нас вот так все происходит, но отношения у нас, к большому сожалению, ужасные. А что, на твой взгляд, нужно делать для того, чтобы вот как-то менялось у людей, может, сознательность какая-то? Ну, в первую очередь, я думаю, что нужно проводить открытые мероприятия в общеобразовательных школах, колледжах, институтах, чтобы дети, как бы студенты знали и не обижали этих животных. Потому что в основном студенты и обижают, то есть подростки обижают и калечат этих животных. А у тебя приходила идея какая-то в голову, может быть, как-то посотрудничать с общеобразовательными учреждениями, может быть, для них экскурсия? Мы проводим мероприятия. В 16-й гимназии мы были, во второй школе мы были, проводили мероприятия. Дети были очень рады этому. Кто-то даже принес нам корм, передал нашим животным. Ну, вот как-то вот так. То есть все-таки отклик какой-то есть? Отклик, конечно, есть. Детям это нравится, дети переживают. Как-то вот так. Мы знаем, что, тем не менее, несмотря на то, что бывают такие вот случаи, когда проявляют неосознанность и некую жестокость, тем не менее, есть люди, которые все-таки пытаются заботиться и чем-то помогать таким животным. А в твоем окружении наверняка такие имеются? Да, у меня есть пару людей, которые мне помогают в приюте. Большое им спасибо, что они проходят мимо нашей проблемы. Так как содержать госпиталь – это очень сложно. Раненые животные нужно не только покормить и убраться, но и процедуры различные нужно поделать. Для этого очень много нужно времени. Скажи, а вот эмоциональная составляющая, то есть общение с животными, оно играет роль, на твой взгляд? Ну, помимо того, что нужно покормить и обеспечить, скажем так, сухое место для проживания. А животные чувствуют именно эмоциональную какую-то привязанность? Конечно. Животные очень умные, потому что даже у нас, когда какая-то проблема в приюте происходит, животные тоже это понимают. То есть они ведут себя как-то непонятно, то есть либо воют, либо еще что-то. Переживают. Да, конечно. Я считаю, что я их понимаю. Кошки как бы не так сильно, но собаки очень чувствительные и как-то вот так вот. Сказывается, да, вот на состоянии. Мы знаем, что твой приют, он сотрудничает с одним из ветеринаров нашего города, Василий, фамилия? Гуслив. Гуслив, да. Вы оказываете помощь не только обитателям приюта, но и так, да, вот на выезде бывает, когда звонят. Да, с Василием мы почти каждый день выезжаем, то есть в госпиталь, мы с ним делаем процедуры в госпитале. Также то, что нам попадается по пути, мы останавливаемся, то есть пытаемся как-то чем-то помочь. Вот как-то вот так вот. А со стороны ветеринара, какие цели, задачи сейчас стоят вот в зимний период в госпитале в первую очередь? Обработки. У нас очень много животных, у которых нету задних конечностей, и это все лопается зимой, то есть при холоде, минусовой погоде. Обработки, процедура антибиотиков, это обязательно, ну и поддержка, опять-таки, питание, теплая каша, вот это спасет нас в зимний период. Ну, если говорить о предстоящих месяцах 2023 года, может быть, есть какие-то планы на ближайшее время, ну помимо вольеров? Помимо вольеров, ну да, в первую очередь мы закончим вольеры, приведем все полностью в порядок. Дальше хотелось бы пригласить школы, чтобы они посетили наш госпиталь, и дети как бы разных возрастов, чтобы все видели, и как-то вот так. Может быть, кто-то из них и ходил бы, и помогал бы нам, и мне кажется, что после вот этого стало больше добрых людей. Если ближе будут общаться, да? Конечно. То есть это такая практика, ну, скажем так, мировая на самом деле, да? Да, человек видит, приходит, животных общается с ними, ну и после этого, я думаю, что кто-то откликнется и будет чем-то помогать. Также в дальнейших планах, это по весне мы хотели бы с Василием простерилизовать собак бродячих, которые находятся в городе Черкесске. Ну, кого осилим, того и простерилизуем, чтобы меньше было собак, потому что, как правило, они никому не нужны, люди издеваются, а число бездомных собак, к большому сожалению, растет. Насколько я знаю, в твоем приюте, в госпитале, да, попадаются не только, скажем так, беспородные кошки, да, но бывает, что даже породистые. Вот как такое может быть, вот объясни. Люди отказываются, у нас в приюте есть и шахланцы, и британцы, у нас есть афганская борзая собака, просто люди не справляются. Люди заводят, смотрят, то, что это порода, породистое животное, берут, потом не справляются и просто выбрасывают на улицу. Либо из-за неправильного скрещивания британцев, у кошек проблемы идут с задними конечностями, это называется остродисплазия. Лапы начинают опухать, люди просто начинают, просто выбрасывают этих животных на улицу, но, как правило, они даже убежать не могут от собак, чтобы как-то спастись. То есть породистые кошки тоже находятся как бы под ударом, скажем так. Конечно, ну, я же говорю, люди разводят и не знают, как правильно это делать. Допустим, двух шотландцев нельзя, двух вислоухих, допустим, скрещивать или двух прямоухих, то есть там должна специальная специфика разведения кошек. То есть это большая ответственность, когда человек берет животное. Такой вопрос. На твой взгляд, почему сегодня, может быть, жители Карачао-Черкесии, почему лучше подобрать, скажем так, животное из приюта, чем покупать? Ну, я считаю, что породистое животное, которое продается, его в любом случае кто-нибудь купит, а животное из приюта возьмет не каждый. То есть если вы хотите спасти жизнь и просто приобрести себе друга, то, пожалуйста, приходите в госпиталь и выбирайте себе котенка или щенка. А как часто вообще обращаются и были ли вот запоминающиеся, может быть, у тебя наверняка были истории, когда взрослое, скажем так, животное обрело новую семью, новый дом? Ну, в основном взрослых животных у нас забирают, то есть за пределы Карачао-Черкесии. Это большие города, Москва, Питер. Кто-то даже уезжал за границу в Германию. Вот у нас собачка Борзая в приюте сейчас живет. Она готовится тоже к перелету. После 20 января она улетит в Германию. А как вот это все происходит? Транспортировка. Нет, а как узнали люди из Германии о том, что вот есть... У нас есть там, так скажем, волонтер, который тоже из России. Она связалась с нами, мы с ней сотрудничаем уже больше двух лет. Она выставляет объявления у себя там. Люди видят, пишут ей. Ну, она, соответственно, пишет нам и подписывает договор обязательно об ответственном обращении с животными. Ну и отправляем животных. Как бы ты хотел, чтобы, может быть, отношение наших людей поменялось вот в этом году? Как люди должны себя проявлять и по отношению к животным, и, может быть, к посещению приюта? Вот твои ожидания. Очень хотелось бы верить, что этот год у нас пройдет без слез, без всяких проблем, без увечий. Хотелось бы обратиться к родителям детей, чтобы они правильно воспитывали своих деток и прививали им любовь к животным. Кормили вместе с детьми животных и учили детей, чтобы дети были немножко добрее. Потому что человек, который будет добр к животному, я считаю, что он поможет и человеку. Какую помощь сегодня могут оказать жители Карачаева-Черкесии, ну, либо наши телезрители? Люди могут связаться со мной, уточнить более подробно, что нам требуется. Но в первую очередь нам требуются крупы, мясные обрези, корма для собак, для кошек. Также теплые перина, одеяло, ковры. Если у кого-то дома есть ненужные вещи, пожалуйста, не выбрасывайте, звоните нам, мы будем забирать для наших подопечных. Также средства для гигиены, средства для обработок, бинты, всякие растворы для обработок, пожалуйста, тоже будем рады принять. Буквально недавно наступил Новый год, и, как уже говорила, как правило, люди считают, что это время чудес и волшебства. Вот что бы ты пожелал сегодня жителям нашей республики? Будьте добрее, относитесь к кошкам, собачкам, птицам, ко всему живому с добротой, потому что доброта возвращается. Всем здоровья и мира. И братьям нашим меньшим, да. Что ж, спасибо большое, Аннар, за то, что ты сегодня к нам пришел. Мы желаем успехов в твоем деле и будем надеяться, что с каждым годом все больше небезразличных людей будут появляться в твоей жизни, в жизни обитателей твоего госпиталя. Спасибо. Спасибо.